доброе утро мои дорогие мы начинаем новое видео сегодня у нас уборка квартиры всей в один день начнем со спален доча конечно в спальне своей сама будет порядке наводить ну а мальчишек уберемся мы вместе с вами ну и начинаю уборку сразу же с нашей спальни постель менять не нужно меняла как раз ее вот на днях плед застилаю этот же который все-таки оставила я его он мне очень нравится но как бы на кровати не до конца нравится как лежит но все же я его оставила потому что на кровать я посмотрю конечно еще что-то другое может быть я присмотрю а его оставила все равно где-то накрываться можно вот допустим и быстренько кровать приправить мы обычно когда я встаю сразу же допустим прикрываю подушки аккуратно ложу и одеяло хорошо разравниваю и допустим иду кормить макса завтракаем и а потом уже как бы подхожу и достилаю можно так сказать постель подушки все пледы все остальное как бы потому что макс сразу же просыпается ему нужно и кушать и пока все дела он сделает своим и мультики потом пока так что с утра времени много нет чтобы сразу же прям заправлять кровать вот конечно бывает и иногда когда все дома он здесь детьми ходит либо с мужем допустим я уже сразу заправляю кровать все но как бы это редко бывает здесь поставила все часы правильно чтобы показывала время потому что подходит макс иногда и начинает их щелкать переключать и показывает не всегда у нас время правильно так что сейчас поставила чтобы время было точное и протираю дальше пыль очень быстро садится пыль потому что каждодневная это постельная пледы и стряхиваешь где-то что-то не получается что в спальнях очень много пыли не осталось пропылесосить и помыть пол полосы поднимать не буду протру где нет полосиков только и пойдем дальше перехожу в следующую спальню к мальчишкам заправляю макса коечку старший сын заправляет сам койку перед школой а вот у младшего приходится заправлять меня как он еще маленький вот койка у него очень низкая и не очень удобно нагинаться чтобы заправлять но тут ничего не сделаешь как бы какая есть кровать вот я все-таки задумываюсь уже год-два еще точно и надо будет кровать менять потому что сильно низкая неудобно для детей конечно все хорошо как бы вот то что она низкая чтобы детям легче залазить было но как бы в принципе дети у нас макс залазит и на нашу койку но она хорошо такая она высокая получается он хорошо в принципе залазить на нее вот я уже задумываюсь думаю надо менять койку потому что не очень удобно заправлять ее это приходится заправлять каждый день вот перехожу сразу же в шифонер к максу вот эти вот выдвижные ящики перебираю чуть-чуть потому что у нас макс тоже любитель переодеваться сам футболки себе выбирает и может это все раскидать ночнушки его две штуки полностью тоже он сегодня в одной хочу спать завтра не хочу хочу в другой вот и получается у нас так вот одну кинула стирать смотрю там пятнышка появилась где-то либо пил молочком может быть либо что и вот и переходим уже ванну комнату протираю зеркало тоже быстро присадится на зеркало прям видно и вот на эту полку где над раковиной тоже протираю пыль надо тоже протереть сегодня окном давненько не протирала цветочки и ангелочки обычно я промываю их под водой но сегодня решила просто смахнуть пыль тряпочкой и составить все на место как-то через раз можно ради раз помыть и раз стряхнуть тряпочкой в принципе вся пыль также хорошо убирается протираю окно полностью ставлю цветочки на место так 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот, порядок навели, теперь можно и готовить обед уже Макса положила, как всегда, спать и пришла на кухню готовить обед На обед у нас сегодня плов В принципе, все знают, как его готовить Ничего трудного, сложного И другого, конечно, я вам не покажу Но решила вот снять, именно как я готовлю плов Плов я готовлю двумя способами Сегодня мы будем готовить обычным Это, получается, первый мы обжариваем до золотистого мяса К мясу я уже буду класть чеснок Следующий лук Потом морковь И чуть-чуть доливаем масло, потому что маловато масла Вот Морковка у меня сегодня из морозилки Сразу же уже готовая, резаная Из приправ у меня сегодня куркума, она дает цвет Петрушка чуть-чуть тоже И паприка Ну, паприку можно, в принципе, и не ложить Так что солим Все хорошо перемешиваем Предварительно я помыла рис У меня, получается, два с половиной стакана Потому что я готовлю чуть-чуть побольше Потому что муж берет на работу еще Вот Заливаю водой Если один стакан риса, значит, два стакана воды Наливаю аккуратно воду Чтобы, получается, нижний слой морковки Вот мясо все это Не смешалось с рисом Потому что я не мешаю Делаю так, что у меня снизу, получается, вся вот эта вот приправа идет Сверху только рис Так как старший сын у нас не очень любит морковку Лук Он может, конечно, выбрать мясо себе И вот рис И младший, в принципе, тоже так же Так что Пробуйте, готовьте Очень, в принципе, вкусно получается Ну, а на сегодня будем прощаться Увидимся с вами в следующем влоге Всем спасибо, что подписываетесь на наш канал И остаетесь с нами Всем пока-пока, мои дорогие Субтитры сделал DimaTorzok